Мы всё отдаём тебе, тебе Мы всё отдаём для Божьих дел Бог Отец нам дал свободу И надежду во имя Иисуса Отдадим мы нашей жизни И Спаситель любовью нашёл нас В тебе отжили мы Чтобы истину нести Ты в нашей жизни истины Мы всё отдаём тебе, тебе Мы всё отдаём для Божьих дел Твой призыв в нас будет вечно И делами тебя мы прославим Всё, что в сердце для тебя Бог Как заря наша жизнь пусть сияет Тебе отжили мы Чтобы истину нести Ты в нашей жизни истины Мы всё отдаём тебе, тебе Мы всё отдаём для Божьих дел Мы всё отдаём тебе, тебе Мы всё отдаём для Божьих дел Ты в нашей жизни истины Мы всё отдаём для Божьих дел Мы всё отдаём для Божьих дел И путь наш, и истина и жизнь И жизнью своей тебя почти Ты освободил нас Ты освободил нас Мы все отдаем тебе, тебе Мы все отдаем для Божьих дел Мы все отдаем тебе, тебе Мы все отдаем для Божьих дел Веке небесной течет добро Своим фонтаном заглушит боль И океан тот глубже, чем весь страх Волна все ближе, ближе Приливом мощным все внутри зальет Из сердца Бога тот потоп течет Нас накрывает водопад с небес Волна все ближе, ближе Льется, льется Божья любовь Здесь и сейчас Льется, льется Божья любовь Здесь и сейчас Привет твоей ожидаем Привет твоей ожидаем Привет твоей ожидаем Привет твоей ожидаем Приливом мощным все внутри зальет И сердце Бога, тот поток течет Нас накрывает водопад с небес Волна все ближе, ближе Бьется, бьется, божья любовь Здесь и сейчас Бьется, бьется, божья любовь Здесь и сейчас Привет твоей, оживай Привет твоей, оживай Привет твоей, оживай Привет твоей, оживай Освобождает Бог от смерти и греха Через любовь, через любовь, через любовь Христа И счастью нет конца, стою в свободе я Через любовь, через любовь, через любовь Христа Господь, только в Тебе мы оживаем Отец В рикет твоей оживаем В рикет твоей оживаем Брикет твоей оживаем, Брикет твоей оживаем. Через любовь, через любовь, Через любовь, через любовь, Через любовь, через старь, Брикет твоей оживаем. Брикет твоей оживаем, Брикет твоей оживаем. Брикет твоей оживаем. Я не буду так жить, как я раньше жил, Я не буду во тьме, где я раньше был, Я не буду унывать и жизнь свою терять, Но я хочу кричать. Я не буду так жить, как я раньше жил, Я не буду во тьме, где я раньше был, Я не буду унывать и жизнь свою терять, Но я хочу кричать. Я свободен от проклятия и греха, Я свободен от смерти и зла, Я свободен от проклятия и нищеты, Я свободен от все без суеты Я свободен от победы и дыха Я свободен от смирfa и зла Я свободен от победы и нишины Я свободен от всем без суеты Я не буду так жить, как я раньше жил Я не буду во тьме, где я раньше был Я не буду унывать и жизнь свою терять Но я хочу кричать Я не буду так жить, как я раньше жил Я не буду во тьме, где я раньше был Я не буду унывать и жизнь свою терять Но я хочу кричать Я свободен Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова К.Кулакова Я от свободы, я от свободы, от всякой суеты. Всё это она сотворила для меня, всё это она изменяет сердца, Всё это она прекрасная судьба, всё это она сотворила для меня, Всё это она изменяет сердца, всё это она прекрасная судьба, всё это она. Любовь, Божья, наполняет меня, Любовь, Божья, изменяет сердца, Любовь Божья, прекрасная судьба Любовь Божья, высушена всегда Любовь Божья, наполняй меня Любовь Божья, весны не сердца Любовь Божья, прекрасная судьба Любовь Божья, высушена всегда Ох, в тебе мы имеем свободу, Господь в твоей жертве Я свободен, я свободен, я свободен Я свободен, я свободен в твоей крови Я свободен, я свободен Любовь Божья наполняет меня Любовь Божья изменяет сердца Любовь Божья прекрасная судьба Любовь Божья в Иисусе навсегда Любовь Божья наполняет меня Любовь Божья, изменяя сердца Любовь Божья, прекрасная судьба Любовь Божья, высушена всегда Любовь Божья, наполняет меня Любовь Божья, изменяя сердца Любовь Божья, прекрасная судьба Любовь Божья, высушена всегда Любовь Божья, наполняет меня Любовь Божья, изменять сердца Любовь Божья, прекрасная судьба Любовь Божья, высусти навсегда Любовь Божья В Иакова 5 глава 16 стих написано, что многое может усиленная молитва праведника Знаете, что в молитве есть сила, а в коллективной молитве ее еще больше И поэтому мы пишем сюда нужды, потому что то, что мы не можем победить сами в одиночку, мы можем победить вместе И знаете, в филиппьянсе он писал в своей книге, что во времена войны на Филиппинах местные жители стояли на коленях Перед 50-тонными танками, которые один за другим останавливались, как будто наталкиваясь на щит молитвы И в Матфея 18 главе 19-20 стихе написано Иисус говорил, что истинно, также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле Ибо чего бы они ни попросили, будет им от Отца Небесного Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них Но она здесь намного больше Представьте, что может сделать молитва Давайте будем молиться Господь Божий, мы взываем к Тебе, Господь Бог Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас собираешь, Господь, вместе За то, что Ты даешь такую привилегию, Господь Бог Мы молиться вместе, Отец, своими Иисуса За наши нужды, Господь Мы взываем к Тебе, Господь Божий Приди, Господь Божий, в каждую нужду, Отец Божий По богатству славы Твоей, Отец, своими Иисуса Христа, Бог Мы молим Тебя, Господь Бог Пусть придет исцеление в каждый дом, Господь Бог В каждое сердце, Отец, своими Иисуса Христа, Божий Мы взываем к Тебе, Господь Божий, за наших родных, за наших близких, Отец. Мы молим Тебя, Господь Божий, приведи к покаянию, Отец, во имя Иисуса. Просвети очи сердца, Отец, во имя Иисуса Христа, Божий. Чтобы они знали Тебя творящим, Отец, во имя Иисуса. Чтобы они познали Тебя, Господь, во имя Иисуса. Боже, пусть придет Дух Богоискания, Отец, во имя Иисуса. В каждый дом, Господь, в каждое сердце, Отец, во имя Иисуса Христа. Боже, мы благословляем Тебя, Господь, мы славим Тебя. Аминь. Кто может видеть лицо Твое, Что подобно Солнцу? Кто смог познать всю любовь Твою И полноту познать Твою? Кто может видеть лицо Твое, Что подобно Солнцу? Ты Бог святой, 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 Бог Всевышний, Бог во славе. Ты Бог святой, святой, святой. Иисус, это Ты. 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 Иисус, это ты, что teachingsа Твою Иисус. Святой, святой Иисус это ты Иисус это ты Иисус это ты Иисус это ты Кому подобен ты Ты святой Господь Кому подобен ты Ты всемогущий Бог Превознесенным путь Привызший всех Иисус Иисус его Святой, святой, святой Бог всевышний Бог во славе Ты Бог святой Святой, святой Святой Иисус это ты 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 Мы поклоняемся тебе Иисус это ты У тебя сила Господь Отец Ты Бог Который Избрение Возвышаешь нищего И поставляешь царями Господи Мы превозносим тебя Слава тебе Отец Сын и Дух Святой Аминь Сегодня у нас очень хорошая тема Твоем моем кресте Твой крест Твой крест Твой крест Давайте откроем Матфея 16 глава 24 стих Тогда Иисус сказал ученикам своим Если кто хочет идти за Мною Отвергни себя Остановимся на этом Иисус сказал кто хочет идти за Мною Но кто не хотел идти за Иисусом Знаете сколько людей в церкви хотят идти за Иисусом Почему? Потому что Иисус благословляет Потому что Иисус исцеляет Потому что ну как бы с ним как-то комфортней С ним как-то уверенно ты себя чувствуешь Но Иисус говорит отвергни себя Отвергни себя Отвергни себя Что такое отвергнуть себя? То есть перестать уповать на себя То есть предоставить свое тело для служения Богу Бог говорит отвергни себя Дай мне тебя использовать Отвергни себя Очень часто мы просто себя не отвергаем Почему? Потому что наше Я оно выше всего Оно выше всего Мы ставим его на престол И мы поклоняемся своему Я Иисус говорит отвергни себя И дальше Иисус говорит говорит, ну, ты не можешь взять крест, ну, не отвергнув себя, ты не можешь служить Богу, не отвергнув себя. Сколько людей в церкви, которые, ну, не отвергают себя. Почему? Да по той причине, что, ну, крест, он вообще неудобен, он вообще некомфортен. Крест – это стыд, это позор, это одиночество. Иисус молился, доминует чаша сия. Как ты думаешь, Иисус хотел идти на крест? Да крест, он никому не нравится. Это вообще орудие пытки. Ну, как ты думаешь, что для нас Бог хочет? Благословить нас или принести нам боль? В Библии написано, что он трость надломленная не переломит, но на кресте человека Иисуса именно ломали, но не доломали. Трость уже была надломленная, но она не была переломлена полностью. Его кости не были сокрушены. Братья и сестры, мы не хотим брать крест, потому что он нас ломает. Почему? Нам комфортнее просто находиться в комфортной ситуации, чтобы на нас люди смотрели и говорили, вот это великий человек. Мы никогда не хотим находиться в одиночестве. Мы не хотим находиться в позоре. Мы не хотим быть осмеянными. Мы не хотим быть непринятыми. Мы не хотим брать определенную нагрузку. Почему? Потому что она нас ломает. Знаете, как Дэвид Вилкерсон сказал такую вещь? Ну, перед Иисусом мы можем встать на колени. Да, мы можем встать на колени. И это выглядит очень духовно. Но крест, он кидает лицом нас в грязь. Крест, он ломает нас. А он переломливает всю нашу гордыню. Мы приходим к Иисусу, Боже, благослови. Бог благословляет. И мы на этом останавливаемся. Мы не хотим идти дальше. В Библии написано, царство Божие усилием берется. Как ты думаешь, если бы Иисус остановился просто на чудесах, на исцелениях, да? Люди хотели его поставить царем. Почему он пошел на крест? Зачем? Почему он дошел до креста и не остановился? Он хотел остановиться. Он говорит, да минует чаша сия. Почему Бог не сделал крест легким? Почему Он просто... Почему Иисусу было тяжело нести этот крест? Почему я знаю, что его тяжело было нести? Потому что Иисус упал. Он не донес свой крест. Он упал под тяжестью креста. Крест весил. Он был поперечен, перекладен. И там ученые говорят, что в районе 50 килограмм. Ну, приличный вес. Ну, не такой прям сильно большой для мужчины, да? Но Иисус был изранен. Тебе дать 20 килограмм и просто избить тебя черенками, как бы. Навряд ли ты вообще там пройдешь что-то, да? Но Иисус нес свой крест. Это благословение было или проклятие? Бог планировал это, чтобы его сын мучился. Он планировал, чтобы его церковь видела его в таком состоянии. Я спрашиваю. Он планировал. Он планировал. И он это видел. Как ты думаешь, Иисус понимал, куда он идет и на что он соглашается, на что он подписывается? Не будет сидеть толпа людей и кричать «Аминь, Аллилуйя!» Не будут приносить пожертвования. Не будет овации, не будут хлопать. По улице Долороса ему не стелили просто розы. Ему не дарили дорогие подарки. Его избивали. Его мучили, его унижали. Вы же смотрели этот фильм «Страсти Христовы?» Он обнял свой крест. А что мы со своим крестом? Иисус говорит, возьми свой крест. Как ты думаешь, когда Иисус говорил своим ученикам о кресте, что он не понимал, что он свой крест не донесет сам? Он не смог его донести сам. Он упал. Сколько он там прошел? Ну, непонятно. Может, полпути. Может, чуть больше. Но он упал под тяжестью креста. Как ты думаешь, что крест с тобой будет делать? Для чего крест вообще в нашей жизни? Зачем он нужен? Это мучение, это пытка. Это издевательство, это одиночество, это отверженность. Это позор перед всеми. Это просто быть полностью обнаженным и висеть, и чтобы на тебя все смотрели и плевали. Просто переживать. Знаете, братья, толпа – это серьезная штука. Она нас может поломать полностью. Она настолько влияет. Знаете, мы очень часто останавливаемся по той причине, что кричит толпа. Почему? Она влияет на нас. Скорее всего, я не то, что-то делаю. Это, скорее всего, ты именно то, что нужно делаешь. Если ты ухватился за Иисуса, если ты его ученик, Как ты думаешь, чему учитель тебя научит? Он научит тебя брать крест, потому что он это умеет. Он знает, как это. Он знает, как это падать. Он знает, когда у тебя нету больше сил. Он знает, что он не может больше подняться. Он физически не мог с крестом больше подняться. Может, он пытался, Но он этого не мог сделать. Как ты думаешь, Бог знал это, что так будет? Что его сын не донесет крест. Он знал. Он знал, что этот вот с поля будет идти, товарищ. Его просто заставят нести крест. И он помог донести крест. Кто-то говорит, что просто одну перекладину он взял, как бы, часть креста. Что она соединялась потом. Собирали этот крест уже там по ходу. Может быть. Может, часть креста. Может. Может, полностью. Но Иисусу кто-то помог. Ты не можешь нести свой крест в одиночку. Рано или поздно он тебя сломает. А рано или поздно ты упадешь лицом в грязь. Сто процентов. Если ты только думаешь, что ты не упадешь, ты упадешь. Писание говорит, если ты думаешь, что ты стоишь. Если ты думаешь, что тебя ничто не разочарует. Ни один пастор, никто тебя вообще никогда не обидит. Ты сто процентов будешь обижен. Как ты думаешь, Иисуса обижали? Ему отвечали за его добро злом. Что плохого он сделал? Да ничего плохого не сделал. Почему фарисеи предали его на эту смерть? Это даже было не в ихней культуре. Они могли его просто побить камнями. Ну, как обычно они это делают с верующими. В принципе, ничего не поменялось. Они могли просто забить его камнями, но они не хотели пачкать руки. Они использовали крест, просто римскую казнь. Даже не своими руками. Что они делали? Контролировали, манипулировали. Мало что поменялось сейчас. Религия, она манипулирует и контролирует властью. Они настолько запугали этого Понтия Пилата. Они ему угрожали. Они манипулировали, что они там расскажут Кесарю, какой он негодяй. Что он не друг ему. Манипулировали. Человек, который к Богу не имел никакого отношения, он не хотел распинать Иисуса. Не хотел. Кто его хотел распинать? Эти глубоко верующие, благоговеющие перед Богом люди, которые считали, что их не отец Авраам. Они настолько были слепы. Братья, без креста мы слепые. Мы ничего не видим. Если слепой слепого ведет, они оба упадут. Они настолько были озлоблены. Они настолько были одержимы бесами. Они пытались рвать Иисуса на части. Так же были эти люди, которые били Иисуса. Они не просто били его, а они рвали его. И они получали наслаждение. Они как маньяки рвали его на части. Как ты думаешь, Иисус не знал, на что он подписывается? Или что с ним будет? Разве отец не знал, что с его сыном будут делать? Как отцу было смотреть на это? Иисус говорит, я ничего не творю, пока не увижу Отца Творящего. Он говорит, я ничего не творю. Он всегда имел связь с Отцом, но на кресте что-то произошло. Он перестал чувствовать Отца. Как ты думаешь, с тобой такое может произойти? Когда ты перестаешь чувствовать Отца, знаешь почему? Ты очень сильно изранен. Тебя обидели. Твоя жизнь, ты просто перестаешь, просто у тебя чувствительность пропадает. Тебе говорят о отцовской любви, ты ее просто не чувствуешь, ты ее не видишь, ты ее не ощущаешь. Ты не чувствуешь Бога. Иисус всегда был на связи с Отцом, но на кресте Он говорит, зачем ты меня оставил? Зачем нам крест в нашей жизни? Для того, чтобы сломать твою гордыню. На кресте умирает твоя гордость. Ты можешь просто видеть распятие своей гордыни, когда ты будешь на кресте. Там умирает гордость. Братья, нам нужно смирение, а крест Он смиряет. С одной стороны, Он тебя подымает над всей землей, чтобы все смотрели на тебя, чтобы все видели тебя. Все видели, какой ты несовершенный. И все плевали. И говорят, если ты настолько силен, ну сойди с креста. Религия будет говорить тебе, сойди с креста, он тебе не нужен. Если ты Сын Божий, просто покажи нам. Люди, которые висели, покажи, покажи, сойди с креста. Тебя будут провоцировать. Зачем? Зачем тебе вообще служить Богу? Зачем тебе вообще чем-то жертва? Зачем тебе молиться? Зачем тебе поститься? Зачем тебе все это? Зачем? Все, что тебе нужно, просто комфортное провождение жизни. Просто приходи на служение, слушай проповедь, занимайся бизнесом, зарабатывай деньги и все. Многие христиане так живут. Они называют себя христианами. Скорее всего, они попадут на небеса. Но они никогда не познают Господа. Никогда. Они не знают Его. Они Его не знают. И они легко отпадают от Него. Они никогда не... Братья, настоящие служители, в Библии написано, я полагаю душу свою за овец. Они никогда не положат душу за овец. Они никогда не будут молиться за тебя два часа. Им вообще все равно. Почему? Потому что для них важен свой комфорт. Для Иисуса не важен был свой комфорт. Он родился в хлеву, ребята. Мы собираемся в очень комфортных условиях. Человек пришел и начал оскорблять нашу кафедру. Наше помещение. Почему? Потому что он был более в лучшем помещении. Братья, Иисус родился в хлеву. У него не было здания просто... У него не было красивого здания. Кафедры не было красивого. У него такой кафедры не было. Ты слышишь меня? У него не было ничего. Он проповедовал с креста. Боже, прости им. Вот его проповедь была. Вот. Вот его проповедь была. Он собирался с людьми где-то там, на поляне. Братья, если мы не будем умирать для себя. Если мы не будем брать крест каждый день. В восточном переводе там написано, что человек, который хочет идти за Иисусом, пусть уподобится человеку, который несет крест на место своего распятия. У тебя есть это место. У каждого свое. Ну, кто-то считает брак, это его крест, да? Кто-то считает там, я не знаю, там работа его крест, да? Кто-то считает там... Мне нравится, Дэвид Вилкерсон говорит, мой крест, я всегда неудовлетворен. Мне кажется, что я очень мало служу Богу. Вот мой крест. Говорит, я всегда неудовлетворен. Я всегда падаю в депрессию после написания книги или после очередной евангелизации, что там много-много людей покаялось. Я каждый раз падаю в депрессию. У меня неудовлетворенность. А у нас как? Знаете, что нас удовлетворяет? Нас удовлетворяют материальные вещи, наш заработок, принятие, там еще машина, там, ну, какой-то материальный успех. У Иисуса вообще этого ничего не было. Просто. У Иоанна Крестителя тоже вообще этого ничего не было. И что интересно, они даже не стремились к этому. Какая-то форма ценности у них совершенно была другая. Как в Библии написано, в твоих откровениях я радуюсь, как получивший великую награду. Что для Иисуса было откровением? Что его вообще насыщало? Говорит, моя пища. Говорит, то, что меня насыщает, мою внутренность, он ученикам сказал, моя пища – творить волю Отца. Все, от чего он просто получал удовольствие, говорит, когда я творю волю Отца. И он очень хотел исполнить волю Отца. Братья, что волю хотим исполнить мы? Посмотри в свое сердце. Мы хотим исполнить свои похоти. Кто-то очень стремительно просто ищет жениха себе. Просто. Вот как та верблюдица. Почему? Потому что ты не ищешь Бога. В Библии написано, остальное оно к тебе приложится. Но оно не прилагается по той причине, что ты ищешь совершенно другого. Ты не ищешь Бога. Иисус искал то, чтобы угодить Отцу, а Отец приготовил для Него крест. Его любящий Отец, Его любящий Папа приготовил крест. Его любящий Папа приготовил для Него позор. Как ты думаешь, что Бог приготовил для тебя? Ну подумай. Чтобы исполнить волю Его. Говорит, Отец, да будет воля твоя. Да никогда мы так не молимся, братья и сестры. Мы даже подумать так боимся. Говорит, да будет воля твоя. Говорит, да, мне это очень не хочется. Говорит, ну да будет воля твоя. Братья, крест, он делает нас чувствительным к боли людей. Написано, что Иисус был искушаем во всем, кроме греха. Он все чувствовал. Он все знал, и Он тебя понимает. Знаешь же, как говорят, сытый свиней не товарищ. Иисус не сытый, Он понимает голодных. Он понимает тех людей, над которыми надругались. Он понимает всех. Он понимает тебя в одиночестве. Он понимает тебя во всех твоих ситуациях. В твоем безденежье. В твоей отверженности. В твоем эмоциональном крушении. Он тебя понимает. Это ты думаешь, что Он не понимает. Он понимает. А почему Он понимает? Потому что Он все это прошел. Кто тебя больше всех поймет? Знаешь, кто наркомана поймет? Тот, кто кололся. Он понимает, что такое уломки. Кто тебя больше всех поймет? Тебя мама так не поймет. Тебя папа, жена так не поймет. Твое внутреннее терзание поймет только Иисус. Почему? Да потому что Он это все пережил. Братья, сестры, знаете, почему люди соединяются вообще? Просто соединяются друг с другом. Что их соединяет? Дух к духу. Просто люди тянутся. Почему мы с Иисусом соединяемся? Да потому что влечет нас сердце к Нему. Почему? Почему? Потому что мы так же можем чувствовать боль. И Он чувствует нашу боль. Говорит, придите ко мне, все нуждающиеся. Почему? Да потому что я точно такой же. Я это прошел. И я могу вам помочь. У меня есть выход просто. Говорит, просто тебе нужно взять свой крест. Братья, мы хотим славы. Но мы не хотим креста. Знаете, как Дарьи Принц сказал, спросил у церкви. Дорогая церковь, как вы думаете, если вот Сын Божий, ну он пошел на небо через крест, как вы думаете, как мы туда попадем? Ну, я не знаю, что там люди ответили. А ты как думаешь? Как ты думаешь, как мы попадем на небо вообще? Если Иисус попал туда через мучения, через крест. Мы вообще не любим такие местописания. Многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. Мы хотим, чтобы просто нам лайки ставили. И просто вот, ну как бы, чем больше лайк, тем просто я счастливее и Господь со мною. Братья, мы фотографируемся, мы выставляем самые лучшие фотографии. Ты просто сфотографировался, и у тебя там чуть животик торчит. Ты, ну, эту фотку точно не выкинешь. Иисус, его все фотографировали. Его просто все фоткали. Просто сходили с айфоном и фотографировали. Это разорванное тело, это мучение, эти стоны. Оно все отобразилось в людях. Его церковь просто смотрела на него, как он мучается. Его ученики видели, хотели бы они вообще такой жизни. Как ты думаешь? Это надо быть вообще, ну, сумасшедшим. Так Иисус говорит, будьте безумны ради меня, будьте сумасшедшими. Знаете, как на украинском там, сбоживилил, да? Братья, чтобы исполнить волю, ты должен сумасшедший быть в хорошем смысле. Братья, мы настолько правильные, настолько религиозные, настолько просто отточенные, настолько просто стерильные. Ну, как коты кастрированные. Просто люди не служат Богу по той причине, они боятся боли. У них настолько слабый болевой порог, они всего боятся. А почему боятся? Страх перед людьми ставит в сеть. И люди просто в сетях религиозных, в сетях интернета, они боятся. Все, что для них важно, просто как о них люди скажут, что о них подумают. Лишь бы никого не обидеть, просто быть настолько толерантным. Да Иисус не был толерантным. Он говорит, жизнь или смерть, он не говорил, слушай, да, все нормально. Он говорит, жизнь или смерть, предлагаю тебе, говорит, выбери жизнь. Братья, сестры, я верю, что Иисус не камикадзе. Иисус не камикадзе. Камикадзе забирают жизни. Иисус отдает. Он говорит, я полагаю жизнь свою за овец. Камикадзе убивает людей. Иисус свою жизнь полагал для того, чтобы ты имел жизнь и жизнь с избытком. Чтобы у тебя была сила. Павел говорит, мы в немощи, вы в славе. Если читать про Павла, так он полностью отображал то, что Иисус имел в виду. А он говорит, я когда немощный. Ты можешь к себе это отнести? Я когда немощный. Говорит, тогда я силен. Потому что его сила, она совершается в немощи. Как ты думаешь, Иисус сильный был на кресте? Он не выглядел сильным. Он вообще никак не выглядел. Потому что его лик был обезображен. Пачи всякого человека. Он был страшнее всех. Он был уродливее всех. Он был обезображен. На него было просто смотреть страшно. Как там в страсти Христова? Мама стояла там, плакала. И говорит, когда ты бросишь эту ношу? А вот этот человек, который помог Иисусу, где он взялся вообще? Он просто шел по своим делам. Он шел с поля. Симон, да? Шел просто с поля. Его просто пинками запинали. Говорит, давай, неси. Он говорит, ну ладно, понесу. Он без вариантов. Он просто... У него не было выбора. Братья, нам нужен такой человек. Нам нужен. А почему его запинали? Тоже через обстоятельства. Братья, иногда нас к Богу толкают какие вещи? Боль, отверженность, какие-то болезни, какое-то неустройство. Просто мы даже не хотели помогать Иисусу. Ну вот, он не хотел. Он хотел просто прийти домой, сесть со своей женой, попить чая, с детьми побыть. Но ему нужно было брать этот окровавленный крест, потому что просто его самого могли забить. Он просто брал и пошел, и понес. И помог Иисусу донести крест до места своего распятия. Я думаю, что он стал другим человеком в это время. Во время того, когда мы помогаем Иисусу, я думаю, что с нашим сердцем что-то становится. Почему? Потому что мы рядом с ним. Мы переживаем ту же самую боль. Его кровь капает на нас. Мы видим его лицо. И скорее всего мы хотим защитить его. И скорее всего мы не захотим, чтобы его распинали. Что с нашей жизнью? Мы настолько стали холеные и довольные. И удовлетворенными. И самоправедными. Но крест, он просто сбивает всю шелуху. Он такой неудобный. Он просто сбивает всю религиозную шелуху. Просто вся твоя вера, она просто может посыпаться. Просто вот. Если каждого из нас взять, просто на кресте все посыпется. Все. Кто-то на кресте будет орать матом. Или нет? Иисус рождал церковь на кресте. Он мучился. Написано, когда женщина рождает, она терпит скорбь. Ее кости тазовые расходятся. Но когда родит, она забывает. Потому что радуется. Знаешь почему? Потому что Иисус видел, что будет слава. И он готов был претерпеть. Написано, претерпевающий до конца. Скажи, претерпевающий до конца. Увенчает венец славы. Часто у церкви нет славы, потому что она не собирается ничего претерпевать. Почему? Потому что мы хотим славы, но не хотим претерпевать. Мы не хотим брать крест. Братья, у Бога наши кресты, они просто лежат и пылятся. У каждого свой. Он говорит, кто хочет, возьми свой. У каждого из нас есть свой крест. Мы просто его не находим или просто не берем. Или просто не хотим нести. Или мы отказываемся. Почему? Потому что это тяжело. Нам проще развестись. Нам проще развернуться и уйти. Нам проще спрятаться. Нам проще закопаться. Нам проще, чтобы нас просто никто не видел. Нам проще вариться в своей депрессии. Нам просто проще лазить в интернете. Кого-то там лайкать, себя выставлять. Нам это проще. Знаете, мы хотим все быстро и легко. Мы не хотим платить цену. Иисус, он царь и священник. Когда его распяли, у него табличка была. Царь иудейский. Эту табличку написал Понтий Пилат. Это не фарисеи написали. Он говорит, сними и скажи, что он называл себя царем иудейским. То есть, он сектант. Он просто косил под верующего. Он обманщик. Он говорит, нет, что написал, то написал. Братья, у него больше понимания было, чем у этих людей в пиджаках. У него больше было понимания, чем у товарищей с кадилом. У него больше было понимания. У этого мирского человека. Он больше понимал. Он говорит, что есть истина. Он не понимал. Он просто хотел узнать. Им, фарисеям, вообще не интересно, что есть истина. Они просто... У них была зависть. И он говорит, я знаю. Он говорит, ну, он понимал, что его распяли из-за зависти. Они хотят его распять из-за зависти. И он понимал это и всячески пытался его освободить. И он не мог противостоять толпе. Злой, религиозной, озлобленной. Иисус ему говорит, так больше вины. Даже не на тебе, на них. Говорит, кто предал тебя? Кто предал меня тебе? А он говорит, так у меня есть власть. Говорит, да нет у тебя никакой власти надо мной. И он еще больше хотел его освободить. Почему? Потому что он что-то чувствовал, он что-то понимал. И он понимал, что он разговаривает с человеком, у которого реально есть власть. Почему? Потому что у него нету страха. И он не боится идти на крест. Братья, у нас есть страх. А страх, в Библии написано, перед людьми. У Пилата был страх перед людьми, у Иисуса вообще не было страха. У него не было никогда лицеприятия. Он вообще не боялся. Он мог зайти в храм и выгнать всех. Почему? Да потому что он видел у отца творящего вот такие радикальные вещи. Он просто радикальный был. Он видел это у отца. Пилат прогибался по толпу. Иисус ни под что не прогибался. Он говорил истину. И он не боялся. Почему? Потому что совершенная любовь. Потому что он любил. Страх он ненавидит. Фарисеи боялись Иисуса. Боялись этого молодого раввина. Они боялись его. И они завидовали ему. И они хотели убрать его просто. И они не просто хотели. Они хотели, чтобы все люди увидели, насколько он никчемен. Вот что делает религия. Братья, тем не менее, нам нужен крест. Если мы его пытаемся избежать, Скорее всего, мы не ученики Иисуса Христа. Мы косим под них. Мы косим под них. Говорит, кто хочет идти за мной, отвергни себя. В книге «Экклезиаст» написано, что Двоим лучше, нежели одному. Если один упадет... Давайте откроем. Какой там? Так. «Экклезиаст». Четвертая глава. Девятый стих. Можете открыть. Двоим лучше, нежели одному, Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Иисус нес крест не один. Не один. Хотя это был крест Иисуса. И написано, что Двоим лучше. Иисус бы не закончил свое служение. Ну просто не... Ну физически он не смог его сделать. Бог не облегчил крест. Он не пронес его по воздуху. Не поставил там сверхъестественно все это сделал. Так, чтобы все просто, ну как бы, увидели какое-то чудо. Ничего этого не произошло. Все физические моменты так же происходили. Он ощущал тяжесть креста. У Иисуса не было сил сверхъестественных, как у суперчеловека. Хотя это могло быть, но этого не было. Просто он был обессилен. Просто полностью обесточен. И Симон помогал ему нести крест. И он вместе донес его. Братья, нам нужен человек, Который поможет донести нам этот крест. А рано или поздно мы упадем. В каком смысле? Рано или поздно ты поймаешь разочарование. И упадешь лицом в грязь. Бог ждет, когда ты упадешь. Чтобы подойти к тебе. И когда ты будешь лежать в грязи, Он будет шептать тебе на ухо. Знаешь что? Что я избрал немощное и немудрое. Чтобы посрамить мудрое. Говорит, а сейчас мы вместе. Он подойдет именно тогда. Я, говорит, близок к сокрушенным и смиренным. Я к тебе сейчас буду еще ближе. Братья, нам нужен человек, Который поможет. Для этого тебе нужно смирение, Чтобы принять чью-то помощь. Тебе нужен человек, Который поможет тебе. Но гордость, она всех отпугивает, Она всех отгоняет. Я сам смогу. Мне никто не нужен. Мне никто не нужен. Гордым Бог противится, Но смиренным дает благодать. Братья, мы нужны друг другу. Я нуждаюсь в молитве, Потому я прошу, чтобы молили за меня. Я не знаю, в чем нуждаешься ты. Но крест, он собьет с тебя самодостаточность, Самоуверенность. Он собьет тебя всю просто мишуру религиозную. И покажет, кто ты на самом деле. А на самом деле ты просто горделивый, Пахотливый, Сребролюбивый, Неуверенный в себе человек. Бог говорит, без меня не можешь делать ничего. Просто. И Бог хочет увидеть, Чтобы ты понял, Что без него ты не можешь ничего. Ты не можешь без него служить. Без него ты можешь блудить. Но без него служить ты не можешь. Мы всегда выбираем. Но есть выбор твой. Не бойся войны, мы выиграем бой. Да? Кто помнит эту песню? Если ты выбрал там пыль в старом шкафу, Ты это выбрал. Что ты выбираешь? Иисус намеренно выбрал крест. И он ученикам говорит, Ну, моя кровь, она проливается за вас. Это чаша Нового Завета. На кресте лилась, ну, вино. Новый Завет. Новое вино. На кресте лилась. Она лилась из Иисуса. По кресту. Чтобы все пили. Братья, сестры. Что такое крест? Он делает тебя чувствительным. К боли, людей. Я думаю, что не каждый президент поймет твою боль. Ну, хоть и говорит. Не каждый пастор поймет твою боль. Ну, хоть и говорит. Но он понимает. Почему? Потому что он это прошел. Тянись к нему. У него есть помощь. У него есть сила. У него есть все. На кресте твои глаза открываются совершенно по-другому. Они просто открываются. Почему? Потому что ты выше всех. Ты над землей. Ты над земными всеми этими обстоятельствами. Но при этом тебе нечем гордиться. Ты на кресте не можешь гордиться. Люди устраивают себе высоты. И поднимаются на них. И как там написано. Ты пытаешься себе устроить гнездо на скале. Говорит. Я оттуда тебя скинул. Что люди делают? Они делают свои высоты. Но Иисус на кресте висел за нас. За каждого. Для чего? Для чего? Для того, чтобы мы брали свой крест. И мы делали то же самое. Если мы его ученики, мы должны делать то же самое. Для чего? Для того, чтобы смиряться. Чтобы служить. Как ты можешь? Ты не можешь расширить свое сердце просто так. Бог говорит. Ну, как там молитва. Расширь мое сердце, чтобы я тек путем заповедей твоих. Как ты можешь это сделать? Только на кресте. Твое сердце расширяется на кресте. Просто сверхъестественно. Почему? Потому что ты не можешь уповать на себя. У тебя отношения с Богом становятся еще лучше. Ты понимаешь, какие-то вопросы. Если ты даже не получаешь на какие-то вопросы ответы, у тебя не становится из-за этого горечь или какая-то отверженность. Знаете, вот как антенны раньше ставили на крышах. Ну, для того, чтобы прием был лучше. И чем антенна круче, тем изображение лучше. Ну, так вот. Чем твой крест больше, тем ты лучше видишь. Чем ты больше понимаешь. У тебя какие-то откровения получаются. Ты что-то начинаешь чувствовать. Ты в молитве, ты начинаешь видеть Отца Творящего. Иисусу нужно было каждый день умирать. Три года он просто в экстремальном режиме служил. Просто служил, 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 служил. И написано, что не взошло солнце. Он шел на гору. Зачем? Это крест. Это крест. Почему в его жизни действовала сила? Потому что он постоянно умирал для себя. И конец вообще его служения, это был крест. Это был крест. Как ты думаешь, твое служение, оно должно как выглядеть вообще? Девчонки, кто там волосы причесывает? Как ваше служение должно выглядеть? Крутой маникюр, педикюр. Губы. Филинг, пилинг. Как ваше служение должно выглядеть? И все говорят, так это ж... Это ты. Это ты великий. Это ты могущественный. Братья, Иисус от этого всегда убегал. Почему? Потому что он всегда брал свой крест. А он никогда не искал славы себе. Павел говорит, мне хвалиться, ну, не полезно. Иисус говорит, так, если тебя... Ну, я тебя исцелил, все, иди, покажи священнику, обо мне вообще ничего не говори. Как мы делаем? С точностью, да, наоборот. Если Бог в нашей жизни что-то сделал, мы трубим всем подряд. Ну, мы как бы свидетельствуем. Ну, это как бы свидетельство. Ну, а даже не осознаем, что-то там где-то гордость рядом просто. Она просто пришла и уселась. Гордость. Павел говорит, чтобы я не гордился. Говорит, мне жало вплоть просто, чтобы я не гордился. Потому что у меня проблема с этим. И потому я о себе вообще не буду говорить. Я вот об этом человеке скажу, вот он молодец, о себе не скажу. Хотя у меня есть что сказать, но я лучше помолчу, чтобы это жало не так сильно меня кололо. Братья, нам нужен крест, просто необходим. Он просто очищает нас. Он нас освящает. Написано, праведник освящается еще. Когда мы на кресте, наше плоти умирает, наши похоти умирают. Братья, когда ты на кресте, ты не думаешь, что у тебя джинсы как бы, ну, не ливайсы, правильно? Или что у тебя ускочи, или широкие там, или ты как бы не в леви, или в чем ты там, ну, как бы. Ты же не думаешь, в чем ты одет вообще. Ну, на кресте ты вообще не одет. Ты не думаешь, что у тебя, ну, есть жилье там, нету жилья как бы. Ну, когда ты на кресте. О чем ты думаешь на кресте? О чем Иисус думал на кресте? Как ты думаешь, какие мысли у него проходили? Может, он просто ненавидел этих людей? Ну, которые плевали в него. Что, о чем он думал вообще? Братья, когда мы на кресте, мы можем любить своих врагов. Мы можем смотреть на них просто вот. Ты как бы на высоте, но это не позволяет тебе гордиться. Почему? Потому что крест, он не позволит тебе гордиться. Ну, почему? Потому что ты обнажен. Гордиться-то нечем. На кресте ты можешь снисходить. На кресте ты полагаешь душу за овец. Написано, наемник, он не полагает душу за овец. Он никогда не пойдет на крест. Он за овец не будет умирать. Почему? Он убегает. Кого? От овец убегает. Ему все равно, что волк будет растаскивать овец. Почему? Ему лишь бы спасти свою шкуру. Ему важно спасти себя. Ему важно свой личный комфорт. Просто вот свой комфорт. Чтобы ему тепло и хорошо было. Но пасторе, он полагает душу за овец. Иисус настоящий пастор. Он показал пример. Мы просто должны идти по его следам. Просто идти по его следам. Принять крест как благословение. Почему? Ты же когда идешь в зал, берешь, тебе тренер говорит, ну, ты сможешь как бы, да? Пожать там что-то. А он тебе еще больше. Сможешь. И что? Он еще и страхует, как бы, да? И когда тебе уже просто штанга грудь придавила, потому что ты реально понимаешь, что ты, ну, 120, но никогда не жал вообще. И не подумал, что такой вес ты можешь вообще пожать. Братья, да мы никогда не можем подумать, что мы можем вообще понести крест. Тем более сами. Ну, тренер просто вот легонечко раз, подстраховал. И на самом деле раз, ты и смог. Знаете, я верю, что Бог позволяет этому быть в нашей жизни. Я верю, что Бог планирует для нас даже страдания. Ну, хотя ты можешь не верить в это. Но Писание говорит, многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. Мне хочется войти в Царство Небесное. Но на пути лежат скорби, на пути лежит крест. Мы можем войти в небо только через крест. Ну, можешь войти через веру. Но, скорее всего, ты не приближешься к самому Богу. Ты не узнаешь Его сердце и Его воли. Потому что Его воля, чтобы ты был на кресте. Ты можешь сказать на это, Амиль? Его воля, чтобы твоя плоть, она умерла на кресте. Потому что плоть, она немощна. А Бог хочет, чтобы твой дух был бодр. Плоть немощна. Если ты будешь идти за плотью, скорее всего, твой дух будет угашен. Крест, он держит нас в хорошей духовной форме. Как ты себя тренируешь, да? И стараешься держать себя в форме. Крест, это нагрузка. Люди, которые несут крест, они сильные. Они могут молиться часами. Они могут преодолевать какие-то трудности. Они могут бежать и не утомляться. В Библии написано, утомляются юноши и молодые падают, но уповающие на меня. Они обновятся в силе. Братья, когда ты на кресте, ты становишься сильнее. Ты исполняешь волю Божью. Ты видишь намного дальше. Твое сердце, оно растягивается, расширяется. Но твоя плоть при этом умирает. Понимаешь? В Библии написано, страдающий плотью. Иисус очень страдал плотью. Когда ты начнешь страдать плотью, ты просто перестанешь грешить. Просто, когда ты за Иисуса будешь страдать плотью, ты перестанешь грешить. Если ты будешь часами молиться, скорее всего, облудеть, ты даже думать не будешь. Ты веришь в это? Почему? Твои мысли, у тебя сон будет другой, у тебя видения будут другие, тебе не будет сниться порнография. Почему? Потому что ты наполнен им. Давид говорит, я даже ночью учит меня внутренность моя. Да почему? Да потому что он заряжен был на Боге. Давайте будем искать прежде всего горнего. Ну, помышлять о горнем. В Библии написано, помышлять о горнем, ну, а не о земном. Хорошо. Хорошо. Ты что-то принял для себя? Аминь. Давайте встанем, помолимся. Аллилуйя. Отец, мы превозносим Твое святое имя. Господи, я молю Тебя, Боже, Отец мой, чтобы, Боже, дай нам стать сильнее, Господь, Отец мой, потому что Ты сказал, что сильные они сносят немощи бессильных. Дай нам быть сильными, чтобы брать крест, Господи. Дай нам быть, Боже, просто мудрыми, Господи, Отец мой, во имя Иисуса Христа, Боже, мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы нуждаемся. Дай нам приблизиться к Тебе, Господи, Отец мой. Дай нам приблизиться, Боже, к Тебе, Господь, к Твоим ранам, Боже, к Твоей боли, Отец мой. Дай нам прочувствовать, Боже, во имя Иисуса Христа, Боже, Отец мой. Боже, мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус, Боже. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус, Боже, Отец мой. Мы поклоняемся Тебе, Боже. Мы, Господь, благодарим Тебя за раны Твои, Господи, Отец мой. Мы благодарим Тебя, Боже, Отец, что Ты был верен отцу до смерти и до смерти крестной, Господи. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты перенес все ради нас, Боже, Отец. Благодарим Тебя, Боже, тогда, когда мы не были достойны этого, Боже, Отец мой. Благодарим Тебя, Боже, Отец мой. Дай нам претерпевать до конца, Боже. Дай нам преодолеть все, Господь. И все преодолев устоять, Господи. Дай нам, Боже, облечься в Твою праведность. Боже, облечься во все оружия Божьи, Отец мой, я молю Тебя, Боже, мы нуждаемся в Тебе, Иисус, мы нуждаемся в Тебе, Иисус, слава Тебе, аминь.